885-летие в этом году Тверь отметила особенно. Большинство мероприятий были заявлены в онлайн-формате. Впрочем, не все жители захотели праздновать день рождения родного города именно в интернет-пространстве. Целыми семьями выходили на центральные улицы, совершали прогулки на теплоходах и даже остались на салют, который по традиции прогремел в 10 часов вечера. Подробности у нашего корреспондента. В течение всего праздничного дня на официальном сайте Дня города Твери проходила трансляция, которую посмотрело порядка 8 тысяч человек из разных городов и стран мира. В онлайн-программу вошли видеосюжеты об истории современности Твери, соревнования и музыкальные концерты. Одним из ключевых мероприятий стал 9-й Тверской фестиваль оркестров русских народных инструментов «Струны русской души». В этом году благодаря онлайн-формату в одном концерте объединилось 16 творческих коллективов из 11 городов России. Некоторые жители предпочли онлайн-мероприятием прогулки в городском саду по центральным набережным, а некоторые любовались видами областной столицы с воды, выбрав поездку на теплоходе. В это число вошла и наша съемочная группа, которая во время опроса записала не только поздравления, но и пожелания горожан, какой бы они хотели видеть Тверь в будущем. «Самое главное – всем здоровьем, чтобы никто не болел, чтобы карантин наконец-то прекратился, все были здоровы и счастливы». «Расширить еще наши дороги, немножко фасады до конца доделать, что они красивые, уже очень много сделано, всего прекрасного. Но хотелось, чтобы идея до конца доведена, чтобы было красиво, уютно». «Хотелось бы, чтобы город процветал, хотелось бы, чтобы было больше каких-то мест для досуга, чтобы парки развивались, чтобы все было хорошо в городе, было комфортно жить». Ярким финалом празднования Дня города стал салют, который по традиции запустили в 10 часов вечера. Жители наслаждались красотой небесных огней на протяжении шести минут. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова